Полиция Санкт-Петербурга разыскивает таксиста, избившего пассажирку. Водитель напал на женщину из-за того, что ее дочь стошнила в салоне автомобиля. Поисками занялась и съемочная группа Лайфа. Представители диспетчерской службы рассказали, что буквально за несколько минут до нашего приезда среди водителей прошел слух о каком-то ЧП, но тогда они эти слова всерьез не восприняли. А вот когда уже мы сюда приехали, они начали по всем базам проверять, какие машины сегодня на линии, какие водители вышли на работу. Как оказалось, вот та самая машина, которая и совершала вызов, где произошло ЧП, сегодня на линии не было. Автомобиль с гусномером 877 по данному адресу не вызывался. Я считаю, что это какой-то поклёб против нашей службы. Но вот есть разные варианты, как так могло получиться, что вызов не попал в базу данных. Об этом нам рассказали сами таксисты. Например, если это посадка, а не когда пассажира забирают прямо из дома. Если же это посадка, то пассажир ловит машину на улице, и дальше они следуют до конечной точки. Если же водитель не сообщает диспетчеру о том, что в машине находятся пассажиры, то этот вызов никак не фиксируется. И отследить передвижение машины дальше можно только по навигатору. Но вот ещё хочу сказать, как работает эта диспетчерская служба, везёт. Это диспетчерская служба, то есть сюда поступают только вызовы. А дальше они через оператора распределяются по службам такси, где есть свой парк. И поэтому никаких гарантий, что приедет хорошая машина, хороший водитель, диспетчерская служба не предоставляет. За безопасность людей кто отвечает? Безусловно, отвечает перевозчик. То есть, грубо говоря, даже если с человеком что-то случилось, вы не имеете никакого отношения? Мы передаём, мы сотрудничаем с лицензированными перевозчиками. Лицензированные перевозчики несут ответственность за свою деятельность, согласно действующим законодательствам. Но даже несмотря на то, что этот вызов нигде в базе данных не отображается, представители диспетчерской службы пообещали, что найдут этого водителя и будут решать с ним вопрос дальше. Но я напомню саму историю. Сегодня женщина с дочкой вызвали машину, и пока ехали от точки А в точку Б, девочку укачало. Когда же водитель увидел, что малышку стошнило, он буквально за шкирку вытащил маму из автомобиля и начал избивать. Вот водитель с места ЧП скрылся, а мама обратилась в полицию. Аделия Сатарова, Алексей Иванов, Life78.